С 15 октября проезд в автобусах Караганды подорожает до 150 тенге. Для пользователей Cardonei оплата останется прежней. Дифференцированный тариф в Караганде намеревались ввести еще с конца прошлого года, но по разным причинам откладывали. Как все будет, рассказали на брифинге Ирина Вабичевич с подробностями. Решение о введении дифференцированного тарифа согласовано с Министерством юстиции Республики Казахстан. Соответствующее постановление подписано и опубликовано информационно в правовых системах в соответствии с законом об автомобильном транспорте. Дифференцированный тариф будет действовать с 15 октября. Решили, что при использовании карты ОНАЙ останется тариф в прежнем 80 тенге, при оплате наличными 150 тенге. Льготные тарифы 40 тенге для учеников, 50 тенге для пенсионеров, бесплатный проезд для социальных категорий будут действовать только при оплате картами. Также отметили, что тарифы пригородных маршрутов приравниваются к тарифам городских. На экспресс-маршрутах не будет дополнительной оплаты. Что даст нам дефицитный тариф? Это исключение контакта пассажира с кондуктором, что сейчас вызывает демократный конфликт с ситуацией. Позволит водителю автобуса заниматься своими прямыми обязанностями, то есть соблюдать градик движения, не отвлекаясь на сбор выручки и планы. Увеличит налоговые поступления в бюджет за счет прозрачности перевозок, обеспечит возможность оптимизации маршрутной сети города благодаря данным о пассажиропотоке, возможность перевозчиков осуществлять обновления парка и другое. На сегодняшний день для контроля на линии у нас работают контролированные, в желтых запрендированных жилетках, легко узнаваемых, которые осуществляют именно выявления безбюлетных пассажиров, ну и в настоящее время больше проводят работу разъяснительного характера. Проехать зайцем не получится. Планируется довести штат контролеров до 60-70 единиц. Если человек забыл карту, оплатить проезд можно с помощью альтернативных способов – QR, по СМС или коду транспорта. Тогда стоимость поездки будет 80 тенге или наличными 150. Ученические билеты, свидетельства о рождении, пенсионные удостоверения в таких случаях учитываться не будут. Если вдруг в автобусе заявят, что терминалы не работают, то транспорт должен двигаться до конечной исключительно в режиме высадки тех пассажиров, кто успел оплатить проезд. Если сломался автобус, то пассажиров пересаживают бесплатно на следующий автобус. Напомним, на сегодня карагандинцы приобрели 195 тысяч пластиковых карт. Из них порядка 111 тысяч льготных карт, более 80 тысяч обычных. Еще 92 автобуса планируется закупить до конца года. Ирина Вобещевич, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал.